Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверяет, как продвигается рабочий процесс. Жарковато здесь, конечно. Здесь солнечная сторона, здесь стеклянная. Со всех сторон. Зато зимой хорошо. Зимой тоже, в общем-то, я бы не сказал, хорошо, потому что окна одинарные немножко. Надо было двойные стеклопакеты делать. Надо было еще обязательно продумать. Это потом уже. Потом, я думаю, будет уже тепло. Может быть, если со временем будет кондиционировано. Изменение климата внутри спортивных сооружений – лишь малая часть предстоящих работ. В этом году на ремонт бассейна выделяют 8 миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок мужские раздевалки и душевые. Заменят плитку на полу, установят новые шкафы, а также утеплят малую чашу бассейна. Если удастся найти дополнительное финансирование, то мужских душевых, как в прошлом году в женских, сделают систему экономной подачи воды, а в самом манеже заменят фасадные окна. Но грандиозный ремонт в скором времени может перерасти в не менее грандиозную стройку. Во дворце «Спорта Кристалл» губернатору докладывают – у саратовских гимнастов нет собственной базы для тренировок. Для гимнастов есть залы? Нет. Нет, они вообще стандартные какие-то. Остался единственный зал в Саратове. Нет, вообще, вообще, это зал есть в Лохове, свой зал, в Лохове, свой спортивный. А у нас нет. Ну, давайте же как раз вот здесь, между зданиями, построим спортивный гимнастик. Земля есть, я говорил, ее надо использовать. Вот здесь как раз. Как раз у нас здесь был бы центр. Нет, здесь самое доступное место, потому что центр спорта. Жалуются они на самую лучшую спортивную базу и тренер по легкой атлетике. Манеж немножко нестандартный. Но это на будущее когда-нибудь. 200 метров стандартный манеж должен быть. Здесь 150. 200 метров круг. Да. А здесь 150. То есть надо еще 150 бежать лишним. Ну, стандартный, то есть, допустим, чем от России здесь проводить уже нельзя. Мы сейчас вот с водным закончим стадион. Мы пока так будем в начале пути закончим с водным. Потом уже надо думать вот и о манеже, о гимнастическом зале настоящем. Там зал единоборств. Есть над чем подумать. Потому что соседи нас немножко обогнали в этой части. Да. И мы будем двигаться тоже. Создавать возможности. Создавать. И отдать, конечно, здесь надо должное, прежде всего, руководителям, которые здесь работают, муниципальной власти. Учитывая, что очень большое прохождение и спортсменов, и желающих заниматься спортом, оздоравливаться. Поэтому есть внимание. И мы видим, насколько бассейн сегодня уже приводится в состояние. Все, последняя часть раздевалок, она ремонтируется. К сезону будет все подготовлено. Сейчас рабочие завершают ремонтные работы внутри помещений. Но в скором времени начнется реконструкция фасадов зданий спорткомплекса на Чернышевского. Оба сооружения оформят в едином архитектурном стиле. Но, несмотря на ремонт, дворец спорта закрывать не будут. А бассейн Саратов откроет свои двери пловцам, как и было запланировано, 1 октября. Роман Стрекалов, Олег Бирюков, Саратов, 24. В Саратове проявляются ростки пятой колонны. С таким заявлением обратился сегодня к главе региональной полиции и главному федеральному инспектору области президент всероссийского мод-клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный по прозвищу «Хирург». В своем письме он просит разобраться с распространением сотрудниками Саратовского информационного агентства «Общественное мнение» Совета. Цитата. «Сжигать российское посольство и лимчевать посла России». Конец цитата. А также демонстрации нацистской символики. Подобные публикации Александр Залдастанов назвал ростками пятой колонны. Напомню, скандал вокруг журналистов общественного мнения разразился после того, как председатель Саратовской общественной палаты попросил разобраться с публикациями в соцсетях сотрудника информационного портала Сергея Вилкова. В мае этого года следователи по инициативе Александра Ландо провели проверку по факту публикации в одной из соцсетей материалов экстремистского характера. Волжский суд признал Вилкова виновным в распространении фашистской символики. Сейчас рассматривается еще одно дело против журналистов о клевете. По несколькими днями ранее в редакции медиагруппы общественное мнение прошли обыски. Следователи изъяли компьютеры и ноутбуки. Также обыски прошли на квартире Сергея Вилкова, где была изъята оргтехника. Но на этой неделе стало известно, что руководство Роскомнадзора обратилось в Верховный суд в поезде отозвать свидетельство о регистрации СМИ на интернет-издание общественное мнение. Как сообщили в федеральном ведомстве, основанием для подачи риска стали постоянные нарушения средств массовой информации, закона о персональных данных, а также два предупреждения в течение одного года за распространение нецензурной бани. Домогательство коллекторов оценят в рублях. Федеральный Сенат рассекрался внести в Государственную Думу законопроект. По нему сотрудники полиции смогут штрафовать агентство за каждый случай донимания граждан в среднем на стоимость рублей. Дело в том, что деятельность коллекторов в последнее время стала агрессивнее. На этот раз долговых агентов не остановили даже стены храма. Репортаж Марии Смирновой. Последствия лихой ночи, словно кадры из гангстерского фильма. Все по классическому сценарию. И погоня, и стрельба, и жертвы. Смотрели в сторону двое. Подозрители. Побежали от нас. Мы за ними. Я на машине ехал. Один вот отсюда выскочил передо мной. Я его пушил. Другой стрелял с пистолета. Тимура преследует коллектора. Эти подарки, говорит, как раз от них. А в окно его дома кинули камни. Это еще один из самых безобидных способов в персонале отделки застания денег. Пока в одной части города отписался боевик, в другой разыгралась драма. Жильцы этого дома подплатились за соседей-боложников. Коллектор украйся на стены и двери в подъезде с лицензурной лексикой. А на улице станция расписывается. Это уже не все. Дверь просто не спорчет. А там не жертвы. То есть я его потом еще не взял. Как это потом проявится. Вот он. Верхний сон. Здесь держится. Еще дороже ущерб в долговой истории Николая Климента. Тот же подчерк. Расписанные стены в доме, машина. Кстати, не его, а соседа. Втянуть невинок людей в долговую войну, опять же, не самый циничный прием коллекторов. Больно трактуя непленные. На войне все срезко украши. Использует фотографии должников для рекламы интимных слуг в социальных сетях. Друзья, часть у меня позитивные и очень нравственные люди. Они отреагировали вполне адекватно. Единственное, что родственники очень неприятные. Это было. То есть у мамы доходили до того, что при обращении в клинику, скаковое давление. Но еще больше усилили давление на тех, кого не защитили даже священные стены, чтобы взыскать долг спящего одного из храмов. Навязчиво звонили к нему на работу в церковь. Сотрудники священного ящика, сотрудники храма, которые с телефона проходили и вынуждены были общаться с коллекторами, которые, возможно, охотились совершенно другой лексикой чуждой храмового пространства, наверное, испытывают этот огромный морозный неудобшийся комфорт. Что уже стало для СМИ в разной комбинации коллекторского беспредела? Очерстания коллекторских агентств впервые проявились в России в начале 2000-х. Этакая бизнес-альтернатива судебным приставам. Последники между банком и должниками. Одна предскаженная стала не только законность, но и сам статус юридических веков. Но такие невинные методы общения, как отражение в кривом зеркале действий в самих должников. Некоторые должники обвиваются силами. То есть независимо от того, правомерные ключевые коллекторы, неправомерные, они обвиваются силы всегда. То есть и в драке я глажду, меня собаки так же там травили. Был немножечко волнительный, когда остался там, где на сотрудничество с двумя должниками, две защиты на замок, то есть и достал воздневную битву. В его коллекторском бронжах было немало общения на грани. Переходить ее сейчас будут все чаще как должники, так и те, кто за ними охотится. Но рост количества жалоб не гарантирует роста реакции на них. Я обращался в полицию, полиция несколько месяцев вела расследование, как мы говорили. И по итогу мне сказали, что состав преступления не найден. Сейчас в ассоциацию коллекторских агентств только за полгода поступило полторы тысячи заявлений от возмущенных жителей. В полицейской же статистике преступления сложно найти даже упоминание о коллекторах. Долговые агенты в основном скрываются в дискатью и хулиганство. Работать по прикрытию научились в муче полицейских. У меня есть адреса, номера телефонов, выслеживать коллекторах берутся лишь в одном случае, когда поступают прямые угрозы жизни. Так в Москве произошел фактически беспрецедентный случай задержания голдового агента. После того, как он пообещал сжечь квартиру душника вместе с его семьей. Поймать более осторожных, неуловимых мстителей тоже можно, считая депутатами, если полицейским дадут больше власти. Подослали людей с накашленными мускулами, которые, как в России 90-е, говорят, что вы знаете, завтра будет плохо. Человек тебе не теряю, не считай, что он должен. Завтра у этого человека сбивается стекло в странном области. Потом происходит, допустим, какой-то хомболизм отношения той же машины или чего-то сильного. Значит, и милиция говорит, что у нас нет доказательства, что это сделали какие-то критические лица. А вот если бы лица могла бы выводить ошибки структуры, которая потенциально эти действия могла произвести, и чтобы структура доказывала, что это не мои люди, вот тогда ошибаться было бы проще. А вращивить правоту их действий вряд ли позволит признаться невиновности. Доказывать свою невиновность по уголовному кодексу агентства не должны. А доказать их вину крайне сложно. Но если коллекторы научились быть невидимыми в переносном смысле, то юристу предлагают сделать их накопленную буквально. В будущем на стадии выдачи кредитов проследить, чтобы предложение было меньше спроса. Кредит буквально заманывает и пешего, и корного, и не имеющего паспорта, и проходящего мимо банка. Заходите, только возьмите кредит. Это могут быть какие-то деятельности, документы, которые Центробанк должен рассылать банками, контролировать исполнение, кому выдается кредит, каков доход этого лица. Но это как запретить доступ к казино. Подобная зависимость независима от проигрыша и побед. Волк с Уолл-стрит, как прототип кишников саратовских улиц. Пока есть легкие жертвы быстрых кредитов, все азартнее будет раскручиваться законодательный проект. Трудовая дочка. На несколько дней войск может стать культурной столицей малых городов России. Такое решение было принято в Москве. Там состоялась встреча депутата Государственной Думы Николая Паркова с художественным руководителем Театра нации, представителем Саратовской театральной школы Евгением Мироновым. Вместе с главой администрации Вольского района Игорем Ивоваровым они обсудили организационные нюансы предстоящего мероприятия всероссийского масштаба. Как отметил Евгений Миронов, конкурс будет очень серьезным, так как в стране более ста театров и еще больше городов, желающих провести у себя этот фестиваль. Но тем не менее именно Вольск сейчас рассматривают как основную площадку. Я очень доволен встречей, потому что, как мне кажется, самое главное, что на месте, я сейчас говорю про администрацию Вольского, я вот про театр, которые в 38-м году, в плане, если не ошибаюсь, в большинстве, есть желание. Это самое главное. Если есть желание, тогда все остальное поздно. И вечно, что шансы, есть ли я, ну что, грех ответить. Я очень доволен за эти земли, но я одна из себя, может, торгуем. И я считаю, что пора бы снова вернуться. Как отметил, в свою очередь, Николай Панков, такое масштабное мероприятие будет способствовать не только культурному развитию Вольска, но и позволит преобразиться городу в целом, построить новые объекты, инфраструктура. Со своей стороны, парламентарий пообещал оказать организаторам театрального фестиваля всевозможную помощь и поддержку. Саратовский цирк скоро закроют, но капитальную реконструкцию. Памятник архитектуры планируют полностью преобразить. На одну только разработку проекта потратят 30 миллионов. Что изменится в знаменитом на всю Россию символе города, пояснял Денис Титаренко. Замена кресел, кондиционирование, обновление купольной части. Оскучивает свою давнюю мечту. Директор Саратовского цирка Иван Кузьмин с большой надеждой проводит своеобразный экскурс по планам ремонтных работ. Коммуникации будут именны. И, конечно, должно быть установлено новое современное световое и звуковое оборудование. Преображение Саратовского цирка и артисты зрители ждут очень давно. Последний серьезный ремонт здесь проводился около 18 лет назад. На мере Министерства культуры России объявила конкурс на разработку проекта ресторан с утверждением. Фирма, которая выиграет тендер, в следующем году должна будет представить готовый проект работы. Однако новость заставила понервничать постоянных зрителей. То 40-30 сезон откроется. И точно он до Нового года, по новогодней каникулы, будет работать без перерыва. Успокаивает зрителей, но не скрывает, что на полку ударена цирка опустеет. На время составления проекта и ремонтных работ все представления отменят. В планах руководства закончить реконструкцию 1 сентября 2016 года. Сыроки весьма шатые. Тем более, что помимо внутренних преобразований, цирка сменится и снаружи. Но, по цвету могу сказать, что цвет должен быть намного светлее и как-то приятнее. Теплее будет цвет. Это холодный цвет, особенно вот сейчас дождливое и в темное время. А мне не знаю, какую бы подсветку ни делали, здание не играет. Узнак о грандиозных планах не могут скрыть прилившиеся волнения. Сотрудники цирка уверены, что все переменные будут к лучшему. Но все-таки переживают за легендарную акустику здания с куполом. Братуру, конечно, для аркестры это обязательно и в целом для манежа, для зала, для зрителей, чтобы потребовалось. Тем не менее, привычная зрительная атмосфера цирка изменится. Но каждый эти изменения видит по-своему. А кто-то и вовсе считает какие-либо преобразования излишними. Все должно обновляться. Поэтому ощущения с детства, они просто на остаются. Вот я считаю, что ремонт не не хотим. Да, не жалко. Все уже есть. Живкие, нагреты. Девушки. Мне кажется, как был советский прием, так и осталось. И, кажется, ну, кресло, кресло, нормальное. Ну, общий фон может быть, понимаешь? Было более красиво, более помпезово. Ну, хотелось бы, то есть, воспоминания их здесь оставались. Потому что, если цирка будет кардинально, то общение воспоминаний будет в прошлом году. Но руководство цирка, здание которого считается одной из главных достопримечательностей города, уверяет, что и после ремонта, уже знакомые многим ощущения праздника, станут еще только ярче. Денис Титаренко, Елена Петрова, Тимофей Печальский, Саратов-24. В Саратов приехал один из ведущих тренеров мира по каратэ. Антонио Калийва-Себа провел всероссийский учебно-тренировочный семинар. Саратовцы в течение пяти лет пытались договориться с легендарным испанцем о его визите в наш город. Долгожданное событие, наконец, произошло. Репортаж Романа Стриканова. Смешивая русский и английский пытаются объяснить спортсменам очередной способ вывести противника из строя. Мастер-класс по каратэ дает испанский тренер Антонио Ариево-Себа. В числе сегодняшних его участников спортсмены со всего Поволжье, Саратово, Пензо, Тольятти и Самары. К новым знаниям стремятся не только юные каратисты, но и обладатели черных поясов. Поясняю, все испанское методское преподавание не только существенно отличается от российской школы, но и компенсирует и 20-летнее вставание от Европы и всего мира в этом виде спорта. Я в том, что, конечно, когда 20 лет назад начали касаться, но все то, что было запрещено, поэтому и этот человек, он совершенствует. Даже у нас очень быстро меняется правило для того, чтобы Олимпиады приняли в нашем спорте. И сейчас стараемся, чтобы меня правило, чтобы было соответствовать Олимпийским играм. И поэтому он совершенствует, он в каждой методе продумывает. Уже после Геленеровской и Самсуниса, и делит соответствующие выводы астрономических спортсменов. Наши спортсмены очень хороши в атаке, да, то есть они делают очень стремительно, мощно в атаку, но им немного не хватает опыта в защите. То есть у них защита не очень сильная, то есть мы работаем над этим. Вот, также он говорит то, что они очень эмоциональны у нас. Но диалог о карате быстро сменяется разговором о Саратуре. По словам Алигосаба, первый раз он посетил Россию в 1977 году, и с тех пор постоянно сюда возвращается. То есть, что мы таким радушным, когда здесь, его еще в Индии не принимали. Он говорит то, что его очень хорошо встретили, то есть будет дарить Азамат Тордеевича за то, что его хорошо встретили. Он говорит то, что атмосферный семинар, она была прекрасной. Он говорит то, что все дружелюбные, в Саратове ему очень нравится. И говорит то, что в дальнейшем, то есть он уверен, что у нас будут хорошие взаимоотношения. Не осталось без внимания, есть парские гости в ОГО. Великую Роскую реку спортсмен сравнивает почему-то со Средиземным морем. Моя комната тут Уилл-Water. Его вид из окна, то есть уходит на Волгу. Он выглядит там, где есть Средиземное море. То есть, когда он открывает глаза, он видит Средиземное море. Сейчас он приехал в Саратов, везет в Волгу, и он считает, что это такое же Средиземное море. Оставшееся свободное время Антон Ливасеба намерен потратить на экскурсию по городу, путешествуя по Волге. Тем временем на саратовских каратистов полным ходом идет подготовка к первенству России, которые станут отбором на чемпионат мира. Возможно, именно прошедшие занятия с мастером международного класса позволят им завоевать призовые места. Роман Стрекалов, Олег Бряков, Саратов, 24. Это были все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok